Глубокое серебро И 4А игры представляет Всем привет, друзья! С вами Мехакер и сегодня у нас будет первая серия прохождения игры Метро Эксодус или Метро Исход. Сразу скажу, что купить и скачать игру вы можете по ссылке в описании. Напомню, что она будет эксклюзивно доступна в магазине Epic Store в ближайший год. Многие из-за этого захейтили авторов игры за такое решение, но я бы хотел за них вступиться. Дело в том, что Epic Store берет с разработчиков гораздо меньший процент, в отличие от других магазинов. Плюс сейчас магазин активно развивается, там каждые две недели пользователям раздают крутые игры бесплатно. Например, уже раздавали Сабнафтику и The Vanishing of Ethan Carter. Да и у многих из вас уже наверняка есть лаунчер от Epic Games, потому что именно оттуда запускается Fortnite. Что ж, еще раз напоминаю, что скачать игру Метро Исход вы можете по ссылке в описании. Ну а мы начинаем! Ну что ж, друзья, вот такая менюшка у нас. Смотрите, тут сначала лампочки включаются, потом все приборы начинают работать. И вот только теперь мы можем куда-нибудь зайти и что-то начать. Давайте сразу новую игру начнем и посмотрим, что у нас есть. Так, ну на какой сложности будем? Давайте, наверное, нормальную выберем. Чтоб сильно и не загружать себя, и чтобы, ну, хоть пострелять немножко. Я еще помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей Земли. Мы возводили огромные города и стекла, и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было семь миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Классная заставочка с видом из окна поезда метро. Семь миллиардов сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишила чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков, смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Тут еще и немножко предыстория рассказывается. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни. И не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. И поезд выехал наружу, за пределы метро. И тут такая постапокалиптическая картина мира. Стильненькая, стильненькая интруха. Мощная. Мне нравится пока что. И опять же вот эта картина. Вид на город. На разрушенную Москву, видимо. И отсюда мы, видимо, начнем, что ли? Демоны эти летающие. Нет, возможно, камера сейчас плавненько опустится как раз-таки под землю. Посмотрим. Вообще, чем закончилась вторая часть? У меня в концовке Артем умер. Но в хорошей концовке он остается жив. Я так понимаю, что, конечно же, каноничная хорошая концовка. О! А, ну мы сейчас будем спускаться вниз с поверхности. Понятно. Еще чуть Гейгера трещит. Причем через какой-то люк спускаемся. Это тоже вход в метро? Так, ну это точно какая-то подземка. Ну, я вижу рельсы, так что, скорее всего, да, это вход в метро. Так, ну и что ж, друзья, вот так вот выглядит метро Эксодус. Что это тут у нас? Счетчик километров, да, пройденных. Так, напомните, как выключать свет. F, F. Найду ли я тут что-нибудь? Вряд ли. Поэтому надо идти вперед, куда нас ведут. Как мы помним, в предыдущих частях... Че это было? А, у меня мало осталось этого самого кислорода. Фильтр, точнее, кончается. Так, ну тут я, наверное, ничего не найду. Это не MMORPG, не RPG, чтобы прям уж... Так, давай заходим. Оу, щет. L, чтобы поджечь зажигалку. Э-э-э! Э-э! Паук у меня по шлему ползает. Ни хрена себе. Слушайте, ну я бы не сказал, что прям... Э-э-э... Технологически как-то... Мощнее стала игра. Э-э-э... Выглядит примерно так же, как и предыдущая часть. Может, мне, конечно, кажется так, но... Я бы не сказал, что тут прям вау-вау графоний. Как в Крайзис в свое время нам такой эффект дал. О, что-то есть. А, это вот так мы магазины тут теперь подбираем. Я, кстати, очень давно выходила игра. Если вы помните, я записывал на свой канал. Я имею в виду... Ввиду Metro Last Light. Так, у нас 55 чего там? Минут еще? Ну, в принципе, дофига. Давно выходила эта игра. Давно я играл. И совсем не помню. Черт возьми. Че там за звуки? По крыше ходит какая-то тварина. Вы слышите? Совсем не помню, что там было. Ну, подробности сюжета. И... В принципе, совсем не помню, что там по графонию было. Че-то тварина спрыгнет к нам? Нет, не будет. Ну, ладно. Валим тогда. Не знаю, что тут насчет секретиков и лутания. Пока вроде не особо много. Даже поднять обоим было с анимацией. Так что, скорее всего, не так уж часто нам придется лутать что-то. Пауки, пауки кругом. Здоровые причем такие пауки. Откормлены. На радиации! Ешку, 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 ешку. Окей. QuickTime Events. Здравствуйте. Получаем ордастая скотина. Уф. Уф. Я даже не помню, как этих... Как этих чушек называют тут. Че-то вон еще там пробежало. Вы к нам, друзья? Вы ко мне? Вы будете меня там ждать? Ох ты ж, мать твою. По-моему, тебе хватит. Я и забыл, что у меня дробовик. Я почему-то думал, что у меня автомат какой-то. Твою мать, как страшно. А ну-ка, зажигалку мне. Зажигалка, конечно, спасает. Может, тут что есть? Че-то есть, смотрите. Тап, новая заметка. Ну, тут дневник, блокнот, короче, понятно. Привод, тратата. Ничего интересного, по-моему, тут не нашли. Так, а это что? Патроны? Все, больше я не могу подобрать. Оки-доки. Где-то там еще одна тварина воет. Оу, да не одна даже. Подходи! Ух ты ж, блядь, не заметил. Элочку мне, пожалуйста. Все? Еще кто-то хочет? Неплохо они мне так проблем доставили. Пойдем дальше воевать. Блин, без света тут никак. Темновато. Так, я так понял, мне нужны аптечки, чтобы подлечиться. А просто так здоровье не восстановится. Смотрите, красные штуки наверху по экрану идут. Че это такое? Какая-то аудиозапись. Аудио-дневник. Понятно. Тут тоже ничего интересного. Я так понял, нам сюда... Окей, погнали. Так, эта штука опять наверху где-то. Тут пулемет стоит. Штука эта где-то наверху? Че-то я там не увидел никого. Вот теперь увидел. Чему ты свет-то потушила? Че там? Че там такое? Че происходит? Какая-то дичь. Какая-то дичь. Надо скорее туда. Или мы наоборот уходим оттуда. О, опять куча монстров. Как в первой части, помните? Сейчас мы им захлопнем, да? Причем точно так же практически. А то и совсем так же. Ну, ностальгия, ностальгия немножко. Ох ты, блядь, а вот это уже... А вот этого уже не было. Охренеть. Еще одна? Ты что? Сколько вас тут? Князь. Алеша. Ни хрена себе, нож остался у него в челюсти. Заберем, заберем нож. Держись, мужик! Прикрывайте! Дамир, князь, Леша. Идиот какой-то. Сейчас отрываем. Эй, это Артем! А, узнали? Окей. Артем, какого хрена? Ранен! Артем, держись. А, видимо, то, что я ранен, так и должно было быть. Окей. ВДНХ. Независимая станция, да? Ух, а я, кстати, был на станции ВДНХ. Интересно. Ну, не помню, не помню, как она выглядит, блин. Не особо засматривался. Медленно так проносят через диски проходят. Налево, погнали. Нет, графон определенно стал, конечно, получше. Это видно по текстуркам. Брось, Дамир. Пусть учатся защищаться. В метро слабакам не выжить. Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольём свежей спартанской крови. Свежей? Окей. О, что происходит? Сон? Понятно. Так, а это его баба, я так понял. Напомните, Анна, да. Я хотел сказать Анна, но... Доктор сказал, всё будет хорошо. Ты меня окончательно со свету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернёшься? Ты так каждый раз будешь говорить? Ты в Алине нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Ты думаешь, написано. Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Какой голос у полковника классный. Всё, не успокоишься никак. А, это жмельник, конечно. Сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твоё дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал? Она же тебя дурака любит. Папа, не надо. Мельника я помню, да. Ты из ордена ушёл ради этого. И я тебя тогда понял. Хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим вас перевес в полис. Я не совсем, не совсем в норме. Мне кажется, что у тебя руки через кобуры проходят. Вот эти твои кобуры. Так вообще можно говорить? Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Да, нафига мне врач, что ты взяла, что он мне нужен? Лежу тут просто чиливать. Позвала. Артем, мы вас опять вытянули с того света, но люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите её сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Да мне пассать, лысый. Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть ещё раз, понимаете? Так, ладно, я опять безмолвный Артём. Который может склеить тёлочку вообще без слов. Так, ладно, можно свет зажигать. Почему у меня такие мелкие шажки? Тык-тык-тык-тык такие. Эй, парни, здорово. Есть ли что-нибудь интересное? Вот пилюльки какие-то есть интересные. Радуйте. Дядя Артём, а я вам верю. Вы возьмите меня с собой. Пожалуйста, когда найдёте, где это? Мелкий пацан. Так, ладно, оставайся тут, пацан. Десять лет? Сейчас уже шить нечем. Про препараты я не говорю. Так. Давайте двигаться. Нифига там толпа. А чё, закрыто? Нет, нормально. Князь. О, слышите, чё играет? Я сам себе не обоённо. Аукцион, дорога. Артёмыч, ещё пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже. Как там господин, или без сестрички? Ну, ты как здесь? Оставьте парня в покое. Здорово, бородач. Не помню вас, ребята, никого, кроме Мельника, блин. Даю вам два часа на всё про всё. Помню ещё предателя Пашку-коммуниста. А у меня как раз с собой было. Ну вот, начинаем. Мальчишки. Держись, Артём. Что, что? А, Сэм, ты типа американец? Только, please, не как в прошлый раз. Неделю спустя. Сейчас, хоп, опять такой, да? Понятно. Понятно. Радио пытается поймать Артёмка. Ну что? Опять тишина? А, теперь ещё и Анна вышла со мной. Лично я, Артём, слышу тут только одно. Когда зимитер щёлкает? Да, ты сюда почти с голым лицом вышла. Такая себе химзащита. А, ты ещё этим, красавцы. Летают там, каркают. Родной, пойдём домой, а? Ну, кстати, щёлкает не так уж и часто. Включит? Нет, всё собирается, да? Что-то мне подсказывает, что что-то с ними сейчас произойдёт. Типа нападёт кто-нибудь. Тед для замены фильтра. Я же сменил. Вроде сменил. Так вот, кто-то нападёт на них. Артём уронит рацию. Она включится. И он услышит сигналы. А, как вам, как вам? По-моему, сюжет читаемый. По крайней мере, завязка. Тем более, что мы знаем, что он поймает. И куда-то поедет. Ну, если вы трейлер, конечно, не смотрели, то... Сорян за спойлер. Погоди, я хочу обыскать. Тут такая комнатка сладкая. Наверняка чё-то есть. Книжки вот лежат. Трупик. Демона шугануло. Чтобы не расслаблялся. Да-да, пошугай там пока демонов. Я поищу бочь какой-нибудь. Ничего тут нету. Целую комнату разработчики создали просто для антуража. Вот это я понимаю. Эм. Блин. Я бы тут точно не протиснулся. Артём-то, наверное, протиснется. Эть. Эть. Что-то там шумит такое. Ох, нифига себе. Ладно, поехали. Может, всё же вернёшься в орден. Переедем в полис. Так, контрол присесть. Отец квартиру обещает. Квартиру обещает. Потому что, если не мы, то кто? Чисто российская тема, да? Квартира со своей кухней. И станция метро рядом. Так, давай по одному. Чтобы не завалилось. Так, ладно. Чё бы было, если бы я тоже пошёл, интересно. Теперь ты. У-як! Нормально. Пойдём. Почему-то мы топаем, как терминаторы. Слышал? Ничего не слышал. Ну, там, по-моему, тварина какая-то сидит. Или лежит. Это же тварина. Она чё? Слышал. Она живая? Она спит? Опять! Так, это где-то справа было. Она, она, она не спит. Сзади! О, чёрт, о, чёрт, о, чёрт. Хорош, хорош. Хорошая анка-пулемётчица. Да, даже близко не подошли. Так, как снизу же мы ничего не можем поднимать. Не можем. Умнеют, твари. Умнеют. Ничего себе. Давай, ходу, Артём. Теперь вся округа знает, что мы здесь. Да, но побежали. Фильтров стало меньше хватать. Там было на 55 секунд вроде. Я ходил кучу времени. Так, пойдём, анка. Господи, что ты там крадёшься? Сама сказала, добавим ходу. И сама крадёшься. Акимыш. Так, вы-то мёртвые, пацаны. Нифига, они чё чёрного зафигачили. Ой-ой-ой. Так, ну это просто мимо... Мимо проходящий состав. Ничья. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Ага. Ух, ёп. А вот тебе и не ничья. Куда они? Вы чё делаете? Они окружили нас. Куда ты собрался? Я думал, они все будут мимо пробегать. Чёрт, у меня патроны закончились. А есть патроны, женщина? Чтоб перейти в фоторежим. Тут есть фоторежим, классно. Пойдём, пойдём, женщина. Мне нужны патроны. Нужно куда-нибудь добраться, где есть патроны. Иначе будет плохо. На минутку у меня фильтры ещё. Чё, подсадишь? Чёрт, высоко. Слушай, Артём, закинь меня наверх. А, я тебя закину. Ну, давай. В принципе, можно и так. Хотя, я думал, у нас равноправие и всё такое. Сильная женщина. Сильная. Сразу видно, рожавшая. Ё-моё. Рычала. Так. Смотрите, смотрите. Рога от троллейбусов как шевелятся. Что за чёрт? Что? Она аж присела. И демоны такие летят за поездом. Ну вот, собственно, видимо... Это паровоз. Это не поезд даже. Хотя, поезд это совсем другое понятие. Пойдём, пойдём. У меня фильтр заканчивается. Всё, меняю. Валим? Что? О. Ё-моё. Это чё за тачка? Здорово, пацаны. Солдат. Просто солдат. Вы не видели поезд, мужики? Там поезд приезжал. О. Понятно. Это, видимо, не наши. Разобрались бы сначала, уроды. Артём, слава богу. Это не орден. Ганзовцы. Козлы. Ганзовцы? Ну и видок у тебя. Ну ничего. Отец им задашь. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы. Деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Вот так прикол. Мы шли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался. И ни слуху, ни духу. А тут нас с этим схватили. Чуваки чисто в ватниках. Ну бабка, по крайней мере. Озвучка, конечно, на русский, ну могла быть получше. Приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Нет, все-таки моя теория с рацией полностью разрушилась. Бабка и пацан на выход. Эй, я не поняла. Вы же нас, черти, куда завезли? Они их что, расстрелять собираются? Противогазы хоть верните! на шавка получай да ладно бабку с дедом сейчас тоже за что типов орденовцы свои а зачем убивать чуваков из деревни капец артем конечно живучий в упор ему шмаляли у этого что то есть противогаз есть капец все красное ничего не вижу а пушки у него нету может пушку еще найдем у него а я вижу демона это не к добру чувак тебя пушкин а у вас ребят тоже нет счетчик километров видимо тут просто показывает что автосохранение произошло ладно погнали сюда оползти вы мне предлагаете по костям а вот и демон там чё это чё это фишки чё это аптечки как использовать аптечку ку вкололи вкололи себе нормально так я так понял тут надо немножко стелса включить немножечко стелса и обойти немножко демонов тут я пройду нет я вряд ли тут пройду где-то тут сидел демона он тут и этого больше нету окки-доки страшновато страшновато без оружия тут ходить он там сидят какие-то летучие мыши но они маленькие и этот поезд загоняй колымагу это кто ребят вы кто эй ребзи ну чё не видите меня алё вот такие походу это ганза это их поезд ладно поползем по трубам трубы не горят и это хорошо хотя вот там что-то ой-ой-ой-ой-ой-ой чё это чё это это чё означает минутка осталось ладно кто-то дохлый там валяется а может спящий а все тут можно противогаз снять да окей так тут пока что светло но оружие до сих пор нет есть мертвый солдат так ну ка ну ка держи выход на мушки я вас понял внимание они тут от кого-то отбивались уф смотрите они поезд еще и на платформе разворачивают паровоз точнее паровоз поезд это просто когда несколько вагонов типа сцеплено это может быть даже автопоезд как-то неправильно а я не ползу я пригнувшись иду вон она что о-о-о если не заткнешься отправишься в котлован смотри если выйдешь значит одумался и что больше никаких это не ермака привели я так понял да да мне аж не видно тут да как же так что же поделать кто-то такой дуру какая тварь ты шо слепой дед человек как вы лицо знакомое какое-то у него так это она про вас кричала ага значит она сюда привели вы за ней за ней за ней нормальный такой мужик чем ты мне поможешь ты сидишь в каком-то карцере или что это такое так еще аптечка отверли на допрос к начальнику базы к парадному входу провести не смогу охраны куча но в обход может и получится а погоди не заперто идемте только не спешите заметит и конец нам обоим достаю стою вам на свет лучше не показываться окидоки давайте вот как сделаем вы отключите щиток освещения а я пока этих отвлеку это я легко шлёп 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 у меня дома почти такой же генераторный видать не дочинили товарищ сержант чё 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 не спешите не спешу пригнитесь и не шумите пригнулся видите лестницу ага тихонько подберитесь к ней пошел меня ж не заметят держите стены ермак ты что ли чё ты там бормочишь тю-тю-тю-тю я прошел полезли полезли наверх чё не до этого ермака докопались нормальный вроде мужик а это тут кто еще стоит стены стены господи ты меня напугал только не жмите вырубить окей подберитесь к нему поближе здравствуйте мне вас вырубить бы надо выключил так идемте пойдем 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 открой дверь чё я сам должен открывать погодите погодите стойте чё такое вот вон тот музык и чё будем делать вон мусор всякий киньте рядом может сработает какой мусор ты про чё как я кинул как кинуть то алё на G на T попробуйте бросить что-то и отвлечь его на какую кнопку да так а мусор мусор вот вот так я понял 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 надеюсь шум его отвлечет и как а на C чё то я не так немножко кинул отлично так и чё 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 я у двери ну давай открывай вроде отвлекся проходите быстрее всё всё прошёл удачи вам спасибо блин Ермак система вентилирует весь командный центр так оттуда где-то Анна ты чё за мной ползёшь? нет не ползёт выбить нахрен на тебе нахрен тревога если тебе дам тревогу никто не успел слышать да? нормально нормально всё а серьёзно? у это ещё ещё командир на нахрен и никто не услышит выстрелов да? и чё теперь? серьёзно? а нафига она нужна была? мать хренасе сколько точек там появилось ну как сколько? четыре по всей Европе ещё больше появляется ах вы скотиняки там не только Россия там весь мир айтём просто смотри реально весь мир зачем? почему вы прячете москву от мира и мир от москвы? да потому что война всё ещё идёт а вы как дети малы серьёзно? серьёзно? война идёт? фух блин ермак давай 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 мне оружие дашь мне оружие? бежать вам надо так это пистоль а это что? надо бежать пока они не разобрались охрана быстрее сюда куда? в окно? нам надо пробраться через двор вон в те двери откуда охрана выбегает окей кто мы? ермак Андрей Иванович машинист паровоза так он машинист паровоза? вот мы с ним сейчас и поедем на паровозе у меня была ермак это фамилия да? берегите себя так ладно погнали Тёма здесь враги подсади меня где враги то? Тёма не забывай про датчик видимости если не суетишься не лезешь на свет заметить тебя сложно ага и фонарик не включай зря могут заметить так а мне туда не надо да? Артём к тебе идут двое Попробую прикрыть тебя сверху я вас понял я вас понял вон они так ладно не, довольно тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо- diez просто без единого выстрела б апко-Агент Уходите, уходите Вы там так и будете стоять? О, а чего мы тут на охраняем с этим мусором, когда нормальные пушки в оружейке пылятся? А может и не пылятся лучше? Думаю, наши против Вейха операцию готовят Или против красных? Вот и собрали все лучшее Алло, вы так и будете тут стоять? У меня уже рука затекает на контур заяц Да я лучше напередавлю ее Это же рухля державая Ну и что, стреляет же? Стреляет А куда она стреляет? Тут же и пристреливать бесполезно А, я понял, я понял Так, ножик Метательный ножик причем Фильтр через минутку закончится Получай Кто-то впалил Ты ничего не видел? Ты что? Так, не было же ничего Вы что? Вы что, ребяти? Так, фильтр Давайте сменим, кстати Еще один можно взять, пожалуйста? Видимо, нельзя Так, у тебя что есть? Патрончики В принципе, пушка такая же, мне не надо Так, идем дальше Нам предлагаются Там вниз, да? Или наверх можно Так Получай, товарищ Валим дальше Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что задумал? Он идёт сюда. Не дай бог запалит товарища. Чёрт-чёрт-чёрт. Или меня запалит. Он идёт сюда. Ну давай-давай! В командном центре произошла диверсия. Хорош. Артём, меняю позицию. По всем неизвестным огонь открывать без предупреждения. Рабочему персоналу передвижение по базе данного уведомления запрещено. Внимание! Станция подавления возобновляет работу. Пусть возобновляет у нас тут свои дела. Артём, ангар рядом. Можно прорваться. Так, мне сюда нужно? Или нет? Вроде как можно. Уф! Не знаю зачем, но мы внутри. Так, что-то тут есть. Какая-то новая заметка. Окей, если хотите, прочитайте, ребята. Там, видимо, про нашу Анну что-то пишут. Но мы пойдём дальше. Тут у нас есть ещё метательные ножички. Ага, вот и паровоз. Паровоз. Ох, ты ж матовый. Артём, пани Ермака схватили. Надо поближе подобраться. Если подберёшься поближе, я их отвлеку, а ты деда вытащишь. Поближе куда? Артём, попробуй через яму. Только осторожно. Ладно, я спустился. Ох, чёрт. Группа А, доложите готовность. Такое. Такое себе место. Группа В, продолжайте патрулирование двора и генераторной. Группа А, проверьте зону ветряков. Поднимите. Включай. Так. Тут я пройду? Пройду. Так, и вы мне предлагаете вот туда, я так понял, да? Чёрт, чёрт. Мне круто он сюда светит. А мне куда? На поезд или... А, вон к той лестнице, видимо. Ладно, потихоньку пробираемся. Группа Д, занять генераторную. Ага, можно у вас. Это, кстати, герой, с вами подождём, пока они уберутся. Свалили чуваки оперативно. Некоторые, по крайней мере. Так, полезли наверх. Ну да, а паровоз из-за меня готовит. Так, вы поняли, ты творёшься. На кой тебе этот паровоз сдался? У тебя выезд только завтра по плану был. А теперь и вовсе непонятно, когда. Ах, чёрт. Так что сиди смирно. С тобой потом отдельно... Эту штуку покрутить или его вырубить? Давайте его вырубим. На! Всё чисто. Шлем я его могу взять? Видимо, нет. Здорово, здорово. Так. С вами всё в порядке? Да, дружище, спасибо. Ой, ты здесь? Поднимайся, Эдмак Тимофеевич. Скоро охрана вернётся. Я на паровоз. Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Включите поворотный механизм. Окей. Пойдём, пойдём, пойдём. Пойдём, ты сказала, бежим, а сама крадёшься, как мышь. Та же самая. Чё-то музыка такая заиграла. Кажется, нам хана. Как же темно! А чё так темно-то? Получай. Эй, Анна, ты что делаешь? Взяла, вытолкнула меня из укрытия. Оп, хэдшот. Это он, это хэдшот. Так, подбираем патрончики. Врубаю. Всё. Это поворотный механизм? Да, крутится поезд. Убираем патроны. Ууу! Откуда? Так, это не взрывающиеся бочки, окей. Мне нужна аптечка. Получай. Да где, блин, они? Откуда шмаляют? Ещё аптечку. Оу, 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 как там взрывается всё. Жёстко. Жёстко! Я понял, так и должно было быть. Нормально. Нихрена, мы тут всё разорвали. Артём, не отпускай, сразу же отпустил. Ничего себе. Чисто Артём, чисто Артём. Ты как, живой? Нормально. Огонь какой-то странный. На подводный устроен привод есть. Артём! Да, я видел тот привод. Ого. Э-э-э-э-э! Погнали, 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 погнали. Надо вколоть, вколоть надо. Бум, всё взрывается, охренеть. Вот он, ручной привод, да? Это он? Чё, не он, что ли? Куда-то стреляю. Не знаю, куда. Ладно, что ты делаешь? Видимо, надо дальше идти. Э-э-э, нам залазить куда-то? Куда нам? Так, чё-то Анна туда зовёт. А, понятно, нам вдвоём надо было поворачивать. Понял, понял, давай. Я сразу эту штуку заприметил. Почему нельзя было сразу повернуть? Немного. Ой-ой-ой, сирена зазвучала. Это плохо. Поезд покатился. Порвоз, точнее. Погнали, погнали за составом. Давай, 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 давай. Это ещё и бронепоезд, да? Нас тут не прошьют. У меня противогаз на месте. Я даже не знаю, как его снимать. Я всё время в нём ходил. Чё это такое? Кто-то на крыше, да? А, нам гранаты закинули. А, понятно. Погодите, князь Дамир, вы чё, не узнали своих? Полковник, тут такое... Папа, ребята, это мы! Помогите! Вы чё, блин, реально? Ребята, вы чё тут делаете? Вот тогда вы и вечер. Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться. Невероятно. Невероятно. Чёрт. Чё-то я не понял ни хрена. Ты на них работаешь? На Ганзу работает что? Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду крыль. Ганза, этого так не оставить. Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу. Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Так, как ловали, люди из других городов. Какая жесть, что за поворот? И Мельник всё знал. Значит так, мужики. Артём с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя. А то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока всё не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке отношения не имеют. Не мне решать, сам знаешь. Я ни хера не понял, но за ребят буду драться. Конечно, Артём, Аня, орден своих не бросает. Орден своих не бросает. Нет, 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 нет. Ладно, спартанцы, тогда этих забор ты полный вперёд. Артём, пошли выйдем на свежий воздух. Очень странная хрень. Я ни фига не понял. Спасибо ребятам, что поддержали. Не помню, было ли про это что-то в предыдущих частях. Кольцом ещё и глушилок, ничего себе. У Анны какой-то баллон, кстати, сзади. Ей, наверное, фильтры вообще не нужны. И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал. Врал тебе, мне, да всем вообще, всему. Чё это было? Это наш паровоз гуднул? Нет, это вот, это вот именно, видимо, тот крейсер. Вот это реально бронепоезд, посмотрите на него. Остановите локомотив и выходите с поднятыми руками. У них ещё и пушки там стоят здоровенные. Это пулемёты, блин? В противном случае будет открыт огонь на поражение. Самовар наш сбили. О, сука, сколько же на нём брони навешано? А пулемёты-то? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чём тут он? Это ты всё знаешь, ну а! Это было последнее предупреждение. Немедленно остановите локомотив. О, чёрт! Ты как? Порядок? Зарапина? Алёшку ранили. Добровольцы здесь насмачаю я. Пойдёт, Артём! Хорош! Хорош! Он эту кашу заварил, ему не расклёбывать! Ещё бы я знал про эту кашу! Пойдём, прыгай! А я этого пока отвлеку! Ооо, да тут арсенал есть! Я, я! Некуда там ехать, мельник! Ты не бывал дальше, а мы бывали! Только мы просто отъехать решили. Давай, 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 давай! Хоп! Нормально! Тут машинка ещё какая-то сзади. Окей! Заклеить противогаз, нажмите G! Заклеил! А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? Уф! Ладно, пойдём, куда мне, кстати? Я не понял. К хозяевам, значит, бежишь! А куда мне? Сюда? Да, сюда! Уф! Оборонные планы! Опасно! Ой-ой-ой! Тут окна! Спят, что ли, пацаны там внутри? Затутки! До свидания не надо! За родину за людей, понял? Но не ради тебя, гнида! Слышал, сейчас начнётся. Сейчас у вас там такое начнётся. Из Москвы дёху решили отняться. Что такое? Сдаюсь! Сдаёшься? Ну ладно. Мы пленных не берём, извиняй. Так, больше не лезет. Туда нам не надо. Пойдём, значит, обратно. Книжка какая-то. Окей. Вы, надеюсь, прочитали. Темновато, темновато немножко. Надо бы яркости прибавить. Пойдём. Это фильтры? Мне они не нужны, да? Патроны всё есть. Так, я вас понял. Сближаемся! Тринадцатый пыль на чеку! Я вас понял. Я просто пройду мимо, ребят. Ничего, вы не против, да? Ваше время истекло, полковник Мельник. О мой бог, как же тут темно. Тормоза нет, чёрт. Не волнуйтесь, мы не помогли вам разобраться. Такс. И куда мне теперь? Видимо, сюда. Тихо, тихо, тихо! Парень! Спокойно, спокойно. Что, сзади идут, что ли? Сзади идут. Или нет? Артечечку, пожалуйста. Нет, вроде не идут. Скорее прыгай, Артёмушка! Открывайся дверь. Э, ты чё? Ты чё закрылся? Не стреляй, не стреляй! Не стреляй, не стреляй. Вали. Окей. Кочегар просто выпрыгнул. Ну и мы, пожалуй, за ним, да? Кочегар под поезд прыгнул, дурачок. А тут ещё и стоп-кран есть. Бомбу было, наверное, не обязательно было ставить. Просто стоп-кран нажать и всё. Оп! Паркур по поездам! Слезнодорожный паркур. Здравствуйте. Князь. Здорово, князь. Княжи. Княжи, дружи. Чё, все живы, да? Нет, кажется, кто-то отъехал там. Ой-ой-ой. Минус бронекатуха. Ес! Чё-то я совсем не помню Сэма. Анна уже который раз за игру такая. О, ты цел, ты цел. А ещё только начало самое. Поздравляю. Теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаются. Теперь у нас целая команда, походу. Всех запалили. Мы стоим сотни километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон. Будто сговорились. Но это потрясающая новость. Ну что ж, друзья, наверное, на этом мы закончим эту серию. Если вы хотите продолжения, то ставьте лайки, пишите в комментариях, как вам вообще эта игрушка, как вам эта серия. Ну и другие свои впечатления. А я напомню, что скачать игру, купить и скачать, вы сможете по ссылке в описании. Ну а с вами был Михайкер. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok